Может быть, мне, конечно, повезло, не знаю. Ну, мне нужно деньок подумать. Деньги есть. Марина. Меня зовут Марина. Я из небольшого городка Набережной Челны. После школы переехала в Санкт-Петербург, где училась. В университете встретила Артура. И 5 лет уже работала. Я работала инженером-проектировщиком в области строительства. Я с Южно-Сахалинска, с Дальнего Востока. Тоже поехал учиться в Санкт-Петербург, в архитектурно-строительный университет. На факультет строительства в 2012 году. И тоже закончила бакалавра. И потом сразу пошел работать. Работать и параллельно учиться в магистратуре. Мы выбирали, куда переехать. Сначала мы выбирали что-то англоязычное, потому что мы оба знали английский, но не знали никакого другого иностранного языка. И так как Америка, Британия – это дорого, Австралия – это далеко. Австрию. Мы еще Австрию отсеяли, потому что там очень много всяких экстравагантных животных. Австралию. Австралию, да. А если Австрию? Австралию. Что? Да, Австралию. Решили, что нам нужно учить какой-то язык, дополнительный иностранный. И решили методом исключения выбрать немецкий сначала, потому что на немецком языке очень много говорит людей. И нам показалось это очень практичным. Плюс параллельно мы узнали, что в Германии, в частности, нужны очень сильные инженеры. И поэтому мы больше сначала думали про Германию, мы про Австрию не особо знали, очень мало знали информации вообще какой-то. Но потом выяснили, что в Австрию можно поступить на подготовительное отделение с уровнем немецкого языка А2. И так как мы не знали язык, это было для нас довольно актуально, потому что мы хотели довольно быстро, как можно быстрее переехать. И, соответственно, подготовительное отделение нам позволяло учить немецкий язык и параллельно собирать документы для визы, для поступления в университет и так далее. Поэтому как-то мы остановились на Австрии, плюс Австрия. Но нам показалось более стабильнее, так скажем. Может, мы, конечно, неправильно думаем, но... Потому что как-то у всех на слуху Германия, как основная немецкая говорящая страна, так скажем, условно основная. Да не обидится австрийцей. Вот. Чтобы поступить в магистратуру, должно быть релевантное образование бакалавра. И причем не просто релевантное, но и сравнивают объем, качественное количество сравнивают приметы в дипломе. И, соответственно, это сравнение, оно довольно скрупулезное. И могла возникнуть ситуация, когда могло не в нашу пользу все решиться. Но нам сразу рекомендовали взять аннотации от нашего университета, с нашей программы бакалавра, для того, чтобы, если в одни ситуации, когда нам напишут, что мы не можем вас принять, потому что у вас таких-то и таких-то предметов нет в дипломе, или их недостаточное количество учебных единиц, то мы можем доказать. Что, собственно, мы и сделали. Мы заранее взяли аннотации, большие, толстые, там, на 100 с чем-то страниц. И когда нам пришел отказ, он пришел аргументированный. Там как раз были прописаны предметы, которые у нас не нашли. И мы из 9 предметов, около 4 предметов, мы поняли, что мы эти предметы проходили. Как мы поняли, мы залезли на сайт Венского технического университета и посмотрели аннотации к этим предметам программы бакалавра. И поняли, что по темам, по содержанию мы это проходили. Это примерно то же самое. Ну, конечно, не все темы, не все идеально, но в целом почти все мы проходили. И мы 4 предмета взяли выдержку из нашей аннотации, с нашего университета российского, по этим 4 предметам перевели, нотариально заверили и отправили их в университет. И из 4 предметов нам засчитали 1, но этого, к счастью, было достаточно, потому что у нас там разница была 30 с чем-то кредитов, а граница порог 30, не больше 30 должно быть у студента, разница академическая, чтобы его принять в магистратуру. И, соответственно, это у нас работало, к счастью, и мы так прошли. То есть, если вы хотите поступить в магистратуру, посмотрите внимательно программу обучения на бакалавра в целевом университете, куда вы хотите поступать, и примерно сравните с вашей учебной программой, чтобы примерно прикинуть, насколько велика разница, и заранее продумать, что, если что, в немецкой программе соответствует чему вашей программе, потому что это потом как у нас может пригодиться. У нас от университета была ярмарка вакансий, и мы с Артуром и с другими ребятами решили просто сходить, посмотреть, узнать, что да как. И в процессе общения с людьми, которые зазывали студентов к себе в ферму, я поняла, что у меня есть шансы. Я рассказывала, что я вот с Россией, я здесь учусь на магистратуре, у меня такой-то опыт работы, я работала там-то, там-то. Они сказали, ой, классно, вот, пожалуйста, пишите нам, визиточку нам дали, пишите. Мы подумаем, вот, и я была очень вдохновлена. Мы прошли домой, и я составила список фирм, куда я могу подать свою анкету. Мне Артур помогал очень активно в этом. Я, получается, в 14 фирм, да, в 14 фирм отправила свою анкету, а еще заранее мы на всякий случай сделали анаргеном к нашего диплома российского признания. Ну, вообще, у них написано на сайте, что длится до двух месяцев, да, ведь? Вот, они рассматривают, но нам повезло, нам за две недели сделали. И мы заплатили 150 евро, получили такую бумажечку, что наш диплом признан здесь, вот, и, в принципе, все было отлично. И я, когда отправляла свою анкету вместе с дипломом, переведенным нотариально заверенным, и анаргеном прикладывала, ЕПД тоже прикладывала. И, получается, я из 14 фирм получила 5 приглашений на работу. Именно не на работу, а на собеседование, да. И при том, что я вот в пятницу отправила с 14 фирм свое объявление, ну, свою анкету, и в понедельник мне уже позвонили, сказали, приходите на собеседование. Я прошла во вторник, я очень волновалась. Артур в интернете посмотрел список вопросов, которые обычно задают людям на собеседование. Он меня потренил, вот, поэтому я была такая подготовленная, вот. Он со мной пошел тоже, там, меня подождало возле фирмы. Пока, получается, сколько длилось у меня? На собеседовании? Да, час. У меня полтора часа длилось собеседование. Было все очень замечательно. Фирма, в которой я работаю, это как раз вот первая фирма, в которой я пошла на собеседование. Там было три директора, и я с двумя директорами собеседовалась. Я могу сказать, что собеседование здесь совершенно отличается от тех, которые в России. Во-первых, было все очень настолько легко. Они, вот, я в России сменила уже три фирмы. И все время было как-то напряженно. Там сразу формулами закидывали, на вопросами. Там схемы рисовали, пожалуйста, нужно было это все ответить. Тут приходишь, сразу спрашивают, как у вас настроение, как вы добрались. Как вы себя чувствуете, в общем, как ты к себе прямо располагаешь. Все очень легко, постоянно. Может быть, мне, конечно, повезло, не знаю. Вот. И, ну, спросили тоже, почему я переехала с России. Какие у меня планы, что я хочу здесь делать, замужем, не замужем. По работе тоже спросили, что я проходила, что я умею, какими программами владею. Вот. И, естественно, я ничего не умею. Потому что и мне еврокодов, ничего такого толком не знаю. Всего отучилась один семестр. Это даже было в процессе учебы. Я работу искала. Вот. Но я сказала, что я очень замотивирована работать. Я хочу, мне интересно. Мне нравится моя профессия. Вот. И в процессе собеседования мне сразу сказали, хорошо, мы вас берем. Вот. Когда вы можете к нам прийти. Вот. Ну, и вообще, когда вы можете нам сказать, хотите ли вы у нас работать. Я, конечно, понимала, что я хочу уже прямо сейчас работать. Но я сказала, что, ну, мне нужно денек подумать. Очень все понравилось. И вот уже работаю три месяца в этой фирме. Все замечательно. Коллеги очень все вежливые, добрые. Я в первый день прям очень боялась. В первый день мой рабочий был. Когда я сильно переживала, потому что я русская. Знаете, там всякие политические ситуации. Не знала, как люди будут на меня реагировать. Но я была очень приятно удивлена. Все там меня поддерживали, говорили, что все хорошо, не переживай. Это ты сделала хороший выбор, что ты выехала, ну, уехала из России. Первый же мой рабочий день. Я была немножко такая зажатая. Я вообще сама по себе очень, ну, закрытый человек, скромный. И не очень общительный. И я сижу в кабинете с двумя парнями. И еще одна женщина со мной сидела. И как только я пришла, рядом со мной сидит Якуб. Он из Польши, но с 8 лет он уже живет в Вене. И он мне сказал, Марин, я тебя прекрасно понимаю. Я уже здесь работаю год. Я сам через это проходил. Ты здесь новенькая. По-любому ты переживаешь. Любые вопросы, которые у тебя возникнут, по работе, личные вопросы, по Вене даже, если что-то там тебе нужно, какие-то, ну, не знаю, государственные справки взять или еще что-то, обращайся без проблем, все, тебе помогу, расскажу. Он говорит, я сам через это все проходил. Я 3 месяца не спал, переживал. Да, и он говорит, я понимаю тебя. И мне так говорили почти все. Все, кто там вот работает, именно молодые ребята, они там 2-5, 5 лет, да, работают. И мне все говорят, Марина, подходи, вопросы есть, спрашивай, тебе поможем. Там еще очень много ребят с моего университета, они заканчивали магистратуру и сказали, у нас есть там скриптумы к лекциям. Мы можем тебе, там, если какие-то вопросы возникли, не можешь задачу решить, подходи, спрашивай, ну, расскажем, объясни, есть ты, знаешь, какие предметы выбрать в магистратуре, тоже обращайся. Мы тебе подскажем, какие там посложнее, какие полегче, на что акцент делать, к какому преподу идти, к какому не нужно. Вот, также вот мой руководитель, ему где-то 50-52 года, и у него очень сильно выраженный диалект. И он так хорошо старается говорить на hochdeutsch, он говорит медленно, он говорит очень четко, и я прям вижу, что ему тяжело. Вот, но это так приятно, вот не поверишь, потому что я понимаю, что меня принимают как за человека, они понимают, что я новенькая, я всего с января в Вене живу, я немецкий учу всего два года, мне все говорят, что у меня очень хороший немецкий, почему я переживаю, типа не думаю об этом, да, все делают ошибки, он говорит, мы даже, вот мы австрийцы, мы даже сами не знаем хорошо немецкий, что ты переживаешь, да. В общем, очень все приятно, все такие душки. Я сначала думала, ну, наверное, неделя такая будет, ну, типа я новенькая, вот, а по факту я уже три месяца работаю, и мне вся там Марина спрашивает, мне вот мой руководитель говорит, если ты не понимаешь какое-то слово, потому что технически немецкий, он еще сложнее, чем обычный немецкий, он говорит, говори стоп, я не знаю этого слова, объясните мне. Вот, поэтому они мне часто рисуют, объясняют, прям вот как ребенку, и так все мне объясняют, и это так здорово, так приятно, что прям такая забота. Мы даже думали, что, не дай бог, вот мы в университете с этим встретимся, что, как мы будем реагировать, что мы должны сказать, но, к счастью, вообще ничего подобного не было. Никто из студентов не поднимал такую тему. Мы общаемся с разными студентами из разных городов, стран, и вообще ни разу эту тему не поднимали. Все было довольно прекрасно, хорошо. И вот у меня на работе, хоть мы политическую тему поднимаем часто, потому что сейчас затрагивает это всех, особенно там газ, цены, ну и все на свете. Вот, и все прекрасно. Никто ничего не говорил плохого, что ты фу-фу-фу русская. Просто учимся и учимся. Потому что, мне кажется, все тут понимают, что мы все уехали от России, и мы хотим новой жизни. И за что вот нас сейчас тут? Я не знаю. Да, мы переехали в общежитие сюда, потому что это был наиболее простой вариант, так скажем, потому что квартиру искать, и живя в другой стране, очень сложно. И мы приехали в общежитие, оно стоило около 700 евро, оно на нас двоих с кухней. И, живя там, мы подумали, что за эти деньги, наверное, можно поискать какую-то квартиру было бы. Вот. Что, собственно, мы и начали делать. Мы искали квартиру где-то неделю, и хотели как раз уложиться в эти 700 евро, чтобы больше было. Ну, мы искали без маклеров, искали сами по сайтам, как бы в интернете, и, соответственно, у нас было два варианта. Сначала у нас был один вариант. Окей, мы сходили, но, к сожалению, перед нами был уже человек, и нам сразу сказал хозяин, что если согласиться, то, ну, ребята, извините. И там человек согласился, оно нас все, в принципе, устроило, было вообще не стрессово. И потом второй вариант, мы нашли тоже сами, тоже без маклера, и пришли, и, собственно, сняли квартиру. Очень милый хозяин, никаких проблем, как бы все хорошо. А за неделю нашли квартиру. Да, за неделю нашли квартиру. Я мониторила сутками просто на всех сайтах, какие только вообще существуют в Австрии. Есть сайты платные, есть бесплатные. Я пыталась на бесплатных все это найти. Вот, я искала только без маклеров, пыталась, по крайней мере, думала, окей, сначала мы поищем без маклера, если нам это не удастся, будем уже задействовать маклера. Вот, и, в принципе, объявлений было на тот момент очень много без маклеров, но хочу сказать, что без маклера квартира расходится, как пирожки. Вот, буквально позавчера объявление вывесили, я вот звоню и говорю, все, извините, мы уже сдали. И так вот очень часто встречалось, и вот буквально вот сегодня утром объявление выложили, сразу звоню, да, да, приходите, вот вы уже пятая. Окей, вот, пришли, не было никаких очередей, они расписывают по времени каждого человека, чтобы, видимо, не было толпы. Вот, и мы, в принципе, пришли, посмотрели, ушли, и вот навстречу пошел, ну, нам встретился человек, который тоже эту квартиру смотрел. Вот, и мы сразу посмотрели квартиру, в принципе, было все неплохо, и мы говорили, нас все устраивает, мы готовы снимать. Мы сразу приходили и говорили, мы русские, мы студенты, на всякий случай. Мы с Ассией, учиться приехали, и вот так вот мы прям сразу с порога. Живем немного, сегодня же с января, два-три месяца. Знаем немецкий, плохо мы говорим. Мы сразу унижаем ожидания. Да, нет, вообще даже в объявлении, может, повезло, может, просто хозяину было все равно, но в объявлении сразу хозяин писал, что он сдает студентам, и даже предпочтительно нашего университета так совпало, потому что у нас 10 минут пешком от университета нам идти, поэтому как-то он был за, что мы студенты, и, соответственно, что мы без доходов, и так далее. Да, но мы еще писали какую-то бумажку о том, что если мы не сможем оплачивать проживание в нашей квартире, и мы вписывали тот, того человека, кто несет за нас ответственность, это маму Артура. Да, мы на следующий день сказали, что мы согласны, и он такой, все по ругам, когда можете въезжать. Сколько платили за квартиры сейчас? Мы платим 590, это с Битрипп Костоном, еще плюс... Штром и газ. Ну, электричество и газ, да. То есть в сумме у вас где-то 700. 700, да, да, так и выходит 700. Плюс еще интернет, да. Интернет это дополнительно. Это однокомнатная, правда? Это однокомнатная 51 квадратная. Или однокомнатная, это не у меня. Там очень много всяких шкафчиков, там вот есть у нас на кухне такой чулан, я не знаю, как это сказать. Какой-то бабушкинской квартире. Вот, видишь, там соленья, которые везде стоят по всем шкафчикам. Ну, я не знаю, наверное, половину шкафчиков только заполнили. Мы вообще не... Там даже был уголок кресла, и вот оно открывается... И там тоже... Везде шкафчики. Вот, все с океей заказывали, в принципе, удобно. Все собирали сами, страдали. Вот, все болело потом. Знаю, знакомые. Мы ведем табличку. В Excel. Мы спросим каждый поход в магазин по купку хлеба, поэтому у нас есть... Вау! Да, мы ответственно подошли к этому делу. Ну и на самом деле мы рассчитывали, и мы считали, еще живя в России, что где-то тысячи на полторы евро можно жить вдвоем. Мы смотрели твои ролики. Это неожиданно и приятно. И, в принципе, оно так и получается, но единственное, что сейчас, так как Марина нашла работу, я при цепе, Марина нашла работу, мы не так сильно экономим на некоторых моментах, на которые могли бы, и поэтому у нас выходит больше. У нас получается 300 еда, 700 квартира, потом погулять в кино, в кафе плюс 100 евро. Ну, по-разному. Да, 100 евро всякие штучки для дома купить. Страховка, да. Ты только платишь. Страховку я сейчас плачу, так как я студент, еще до сих пор на студенческой виде. Я плачу 64 евро примерно. Платим за праздные билеты около 30 евро. Телефон? Телефон, да, там по 10 евро на каждого. Тариф? Дофига минут, дофига трафика, то есть, похватать головой. Ну, в среднем, где-то, наверное, если прям совсем-совсем размазать, ну, где-то, наверное, 1600-1700 было бы, получилось бы. Если бы сложить то, что мы потратили за эти, сколько, может, 9 месяцев живем, разделить и на 9, в среднем, наверное, где-то 1700. Вообще, мы особо не ограничиваем себя. Единственное, что стоит отметить, что мы готовим сами, и мы ходим сами в магазин, покупаем еду и с нее готовим. То есть, в кафе мы ходим, но ходим редко довольно. Это как дополнительная статья у нас затрата. Все равно мы все готовим сами и покупаем, в принципе, все, что нам нравится. Это курицу, свинину иногда. Это из такого, ну, так скажем, то, что чуть-чуть подороже здесь, чем в России. В России курица намного дешевле, например. Но в целом, мы как бы не страдаем. Салаты тут, тут очень много есть продуктов, которые очень-очень дешевле, чем в России. Это всякие сладости, всякие киндеры, салаты. Да, сладости это вообще. Я просто очень-очень салаткоежка, очень сильно люблю всякое такое. И это прям очень дешево. Йогурт этот дешевый, вкусный, молоко тоже недорогое. Да, и бывает такое, что если, например, какая-то акция идет на мясо, то мы сразу там, например, 5 килограмм курицы берем по скидке, 5 килограмм свинины, и нам хватает на 2 месяца. Зато это по скидке намного дешевле получается, выгоднее, и поэтому как-то так, может быть, и не так дорого у нас выходит. Любимого слова нет, потому что немецкий мне сейчас гораздо больше нравится, чем английский, хотя до этого мне очень сильно нравился английский. Мне нравилось слово флуа, коридор. Звучит, потому что звучит. Я на работе слышу часто слово шайса. Я ходила на строительную площадку, и я там тоже, потому что там было так ужасно страшно. Во-первых, мы поднимались на третий этаж, там не было ни лестницы, была стремянка, все шатается, и я думаю, господи, зачем я посогласилась на эту строительную площадку? И действительно, было очень страшно, единственное, что я смогла на немецком сказать, это шайса, и говорила я это очень часто, потому что по-русски было как-то стремно говорить. Мне нравятся отношения, может быть, я опять же неправильно это понимаю, но мне нравятся отношения к жизни австрийцев, то есть они стараются совместить работу и жизнь, и не уходить в какой-то искральности. Кроме того, все люди, с которыми мы общаемся, или Марина на работе, они не такие прям трудоголики. И это здорово, потому что с моим менталитетом это совпадает. Я тоже считаю, что в жизни должно много разных сторон, и, соответственно, это находит отражение многих людей, которые здесь тоже живут. Да, я могу сказать не то, что прям вот именно в Астре, мне что-то нравится. Мне нравится погода Веня. Здесь очень солнечно, потому что в Санкт-Петербурге постоянно дождливо, серо-холодно. И последнее, вот когда я училась в университете в Питере, было все отлично, я не замечала на такие вот проблемы, как вот дождь, снег и все остальное. Как только я начала работать, у меня сразу плохое настроение, я раздражительная, мне то не нравится, все, голова болит, серость, надоело. Здесь все прекрасно, господи, солнца, столько много, тепло, нету вот этой вот серости. По выходным не работают магазины. Магазины, это все говорят, но я хочу мишек, хариба, воскресенье. Я подсел на это дерьмо, простите. Я не могу купить, я хочу мишек, воскресенье. А воскресенье завтра. Надо сегодня покупать. Затем. Да, однозначно. Однозначно топ. Все очень удобно, путешествовать на поездах, на электричках, все аккуратно, чистенько. Даже мы купили как-то курсан и кофе, потому что у нас отправление было в 6 утра, в 5.40. И мы сели сразу в электричку, начали кушать и немножко накрошили. И мне так было неловко, я давай все это собирать, потому что так все чистенько, аккуратненько. Я хочу эту чистоту поддерживать. Вот. И еще хочу сказать, что здесь не паркуется на тротуарах, потому что в Москве, в Питере это просто большая проблема. Я в Питере постоянно ворчала, что везде на тротуарах припаркована машина, невозможно ходить. Наверное, не бояться все-таки и попытаться поступить в университет, приезжать, потому что я очень долго сомневалась, стоит ли нам переезжать. Было инициатором нашего переезда Артур в основном. А я, ну, у меня хорошая работа была в Питере и довольно высокая зарплата, поэтому я считала, что, ну, в принципе, ничего, все нормально, что может произойти. А Артур, он такой, да не, давай попробуем, мы еще пока молодые, надо вот пользоваться, воспользоваться этим шансом, вот, и когда, если не сейчас. Вот, поэтому не надо бояться, нужно пробовать. от меня, наверное, быть открытым в том плане, что люди бывают разные и нужно быть, наверное, терпеливым, понимать, что не все думают, как ты думаешь и быть готовым впитывать чужую культуру и быть готовым развиваться, потому что, как мы поняли, в Вене очень много не только австрийцев, но и с абсолютно разных стран и, ну, все люди по-своему как бы красивые, нужно находить как бы эту красоту и понимать, что не только твое мнение правильное, не только твое мнение имеет место быть в этом мире, что вещи часто очень сложные и на что-то можно посмотреть с разных сторон. Крупно. Как по-философски. Да, нотка такая, философия. Что, ребята, спасибо большое.